МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нашей базе НАТО есть скромное мнение, что русский мир хоть и является трижды ха-ха проектом космических масштабов. Русский проект – это национальный, глобальный, общепланетарный проект. Космический проект. Но перспективы у него, мягко говоря, не очень. По многим причинам. И одна из них – фееричная тупость его медийных адептов. Ноль, зеро, полный лузер. Чудаки стараются, поднимают серьёзные темы, но в результате вместо ожидаемого эффекта получается просто анекдот. Зацените, например, как новоросы переиграли Украину в области медицины. В республике продолжают устранять текущие проблемы кадрового голода в сфере здравоохранения. К примеру, в Виловайской больнице проблема нехватки врачей существует десятилетиями. На первый взгляд привычная и вообще не смешная пропагандистская пурга. А теперь давайте вместе дослушаем фееричный сюжет, как ДНРы, в отличие от Украины, заботятся о достаточном количестве медиков на местах. Руководство республики заботится о том, чтобы квалифицированных специалистов хватало всему государству. Ведь речь идёт о человеческих жизнях. Только недавно там умер последний терапевт. Чё-чё? Умер последний терапевт в Виловайске, говорите? О нет, они либо напрочь тупые, либо самая шнина есть украдиверсанты третьего варианта просто нет. Только недавно там умер последний терапевт. То есть чудаки за шесть лет так переиграли Украину, что не в просто городе, а в крупнейшей узловой же дистанции региона последний терапевт умер. И теперь, походу, ну разве что водой искреницей святого Моторылы лечиться можно? А мы были в оккупации, родни... Нитё. Когда пришёл Моторола, родни действительно начали. Не менее талантливые кадры у новороссов и в сфере образования. Вот, например, в Луганской максимально народной продолжается священная война с памятником Тарасу Шевченко. Они засылали сюда агентов, они воспитывали этих агентов. А через что? Через Шевченко. И памятник, который они поставили в 98-м году для реализации проекта по уничтожению Донбасса. Но тут, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы столы не насиловало. И мы бы даже не возвращались к этой теме, если бы не увидели суперперл новороссского хвилософа. Шевченко был первым украинским фашистом и нацистом. Шевченко был первым бандеровцем. Шевченко был первым фашистом и бандеровцем. Шо кому не ясно? Особенно про первого бандеровца порвало. И как здесь не вспомнить легендарный Стэм? Сальто Делчева первой выполнил. Дел... 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 Замечательно! Кто первым сделал Сальто Делчева и кто был первым бандеровцем, вопросы примерно одного уровня сложности. Но Соколов-то просто играет роль. А это и инфошляпа. Судя по титру, цельный кандидат, причем ладно бы кандидат на процедуры в больнице имени Кащенко, так нет же, мамкин философ это. И никак иначе. Памятник Шевченко это нечто ужасное. Если он стоит в центре города, то вы там уже ничего хорошего не будете. Причем такого рода перлов у нас целая коллекция. Из последних очень понравилась трепетная история о том, как Россия в Чечне 10 лет с Америкой воевала. Первая, вторая чеченские кампании боевые, я имею в виду. Это же был конкретный заход на российскую территорию. Те горцы, которые спустили, да, и начали биться нашими русскими парнями, солдатами. Это американские наемники. Но чистая ж правда, никакого тебе переписывания истории. Вот, например, некто Рамзан в окружении чисто американских наемников. Хохлы, конечно, врут, что это Шамиль Басаев, но верить им ни в коем случае нельзя. Явно ж с Кадыровым какой-то морской котик из Флориды. Это американские наемники. А это видео явно снят на киностудии Довженко за американские деньги. Якобы отец Рамзанчика Ахмат призывает к джихаду и убийству русских. Я тогда призывал к джихаду, призывал чеченцев, убивая столько, сколько вы можете. Но это так, просто очередной штрих их убогости. А плохо в этом всем то, что целое поколение растет на историях про бандеровца Шевченко и войну России и Америки в Чечне. Именно поэтому сразу после окончания школы десятки тысяч детей из Ордло любыми путями пытаются поступить учиться, кто в Россию, кто в Украину. В одном только Киеве сейчас тысяча студентов из Донбасса. И видели бы вы, как подгорает от этого на недороских каналах. Украина ведет агрессивную кампанию по выманиванию абитуриентов из Донецкой Народной Республики. Только за последние две недели чудаки выпустили хренову тучу сюжетов со страшилками, как распинают в трусиках студентов в Украине. Мне задача отдать образование. Задача вытернуть отсюда этого человека. Задача его перепрограммировать по сути. Так бывает только в одном случае. Когда сверху спустили темник, но бездарные новоросы по тупости своей не смогли ничего адекватного придумать. Просто зацените эти пиарлы. Киевские власти еще и умолчали о том, что не готовы видеть в украинских вузах наших абитуриентов с аттестатами и паспортами Донецкой Народной Республики. Бинго! Вот так сенсация! Не берут, оказывается, Украина на учебу с паспортом ДНР. Ну, точнее, берут. Вдруг в общаге холодильник будет шататься, а тут весьма кстати паспорт ДНР под рукой. Мне кажется, из этого ничего хорошего не будет. Ну, а если серьезно, то мы в шоке от того, какими тупыми они считают своих зрителей. Давай, смешной! Расскажи в следующем выпуске, что с паспортом ДНР бабушек вообще от банки не принимают. Капитан Очевидность, герой современности и репортер национальных новостей Джек Бролин всегда был крепок с задним умом. Ровно такого же рода сенсация будет. Особенно с тем учетом, что даже для проезда через блокпост украинский документ нужен. И получают его еще в 14 лет, то есть за несколько лет до поступления в ВУЗ. Ну, ладно уж с этими паспортами, давайте дальше слушать и смеяться. Ведь по еще одной версии студенты из Донбасса нужны Украине, чтобы МВФ не закрыл ВУЗы в Украине. Такой псевдо-благородный шаг киевской власти связан с тем, что МВФ выдвинул Украине очередное условие закрыть ВУЗы из-за отсутствия студентов. Окей, ход записан, слушаем дальше. На самом деле, никто не заинтересован предоставлять ВУЗах бюджетные места детям из ДНР. Стопенгаген, в смысле студенты не нужны и их не берут на бюджет? МВФ же тогда ВУЗы прикроет, вы же сами только вот об этом говорили. Но это же еще не все. Ведь самое сладкое унижение пропагандистов будет вот тут. Еще одной целью украинской власти является любыми способами выманить из ДНР юноши призывного возраста, чтобы потом различными манипуляциями вынудить их воевать против своих же. Вот же! Вот теперь все ясно. Выманивают студентов, чтобы в армию забрать. Пацан, он только что сказал, что призывного возраста сразу целую торбу ништяков ему наобещали. Здесь тоже были в замешательстве, но поняв, что звонит парень призывного возраста, стали на все соглашаться, лишь бы только заставить его выехать на территорию временно подконтрольную Украине. Оно и понятно, у УКРАМ-то военные кадры сейчас ой как нужны. Ага. Ведь если верит Новороссовскому министерству галлюцинации, Украина как раз сейчас массово отправляет солдат «Барабанная дрога» воевать за Азербайджан! Украинские националисты вербуют граждан, а также бывших и действующих военнослужащих ВСУ, имеющих боевой опыт с целью отправки на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении. Вот так, ребята. Еще вчера вы на Донецкой набережной с одноклассниками рассвет встречали. А сегодня вам в Баку автомат выдают. Вот же хунта проклятая что творит. Ну а сейчас мы специально для детей Донбасса кое-что покажем. Запомнили репу чудака, который сейчас пугает вас армией вместо учебы? Украина ведет агрессивную кампанию по выманиванию абитуриентов из Донецкой Народной Республики. Звать пацана Сережа Карпий. До войны он так сладко в вышиванке про чернобрывсе пел, что половина личного состава СБУ до сих пор плачет. Но важно тут другое. Сам Карпий в 2014 и 2015 году сидел в Киеве, клепая вот такие сюжетики про новоросских боевиков. Многие также вынуждены работать на эти незаконные вооруженные формирования. Незаконные вооруженные формирования. Считаются участниками этих террористических организаций. То есть в самый разгар мобилизации он не боялся, что соберут в армию. И спокойно себе въезжал и выезжал по 10 раз за год. Но теперь лавешка ему капает за прямо противоположные тексты. И эта поющая шляпа пугает вас тем, что спокойно делал сам. Стали на все соглашаться, лишь бы только заставить его выехать на территорию временно подконтрольную Украине. Интересно, и какая при этом его ожидает там судьба? Но по этим чернобрывцам мы насыпем в ближайших программах. Пока лишь отметим, что цинизму новороссов предела просто нет. Последний фрагмент из сюжета про детей. Убогие снимают постановочный звонок в украинский УЗ. Девушка, скажите, пожалуйста, могу ли я поступить на бюджет? На данный момент вариант остается только такой же, и на бюджет уже вы не успеете. Вы не успеете. Ага, ну все ясно. Поздно, значит, уже на бюджет. Обманула всех Украина. Первый вопрос, и после ответа на него сразу становится понятно. Рассчитывать на бесплатное обучение даже не стоит. И смотришь на все это и думаешь, вот какими отбитыми надо быть, чтобы показывать такое? Те, кто хотел реально поступать, действительно звонили, но месяца три назад. А потом эти дети собирались выезжать для того, чтобы попасть на бюджет как раз в июне и в начале июля. Но ой, угадайте с одного раза, почему они это сделать не смогли? Границы ДНР закрыты. Донецкая Народная Республика сейчас все еще не открывает границ с Украиной. Да-да, отожравшийся на народных харчах Денис, который сейчас развлекается футбольчиком на Донбасс-арене. Там стоят, стоят пикеты везде, вооруженных людей с автоматами, не подпускают стадиону. Я думаю, вот она, местная элита, уже сформировавшаяся. Они приехали погонять на Донбасс-арене, наверное, в футбол. Так и не открыл блокпосты, чем лишил тысячи детей возможности поступить на бюджет. Зато теперь по местному телевизору предъявляют претензии Украине. На бюджет уже вы не успеете. На самом деле там их никто не ждет. Вот что это, если не самозакоп максимально тупых персонажей? Причем они уже на откровенные фейки идут, чтобы хоть как-то поддерживать коронавирусные страшилки от пушилы. Открывать границу с Украиной пока не планируется, по мнению главы государства. Ситуация с коронавирусом в соседней стране все еще критическая. За примерами фейков далеко ходить не надо. Смотрите, вот последний выпуск итоговых новостей на канале Юнион. Пиковая ситуация сейчас и на Украине. Там уже выявлено более 60 тысяч случаев заражения. Причем прирост за две недели колоссальный. Почти 40 тысяч человек. 40 тысяч, оказывается, в Украине за две недели заболела. Просто задумайтесь, насколько беспардонны они лгут и под этим предлогом ломают судьбы детям. Хотя даже сами новороссы уже признаются, почему реально закрыты блокпосты. Какие возможно провокации и другие какие-то вещи связанные с полноценным открытием границ, кто не понимает, не знает и вообще. Различные группы, ДРГ, для чего они проникают. Явно, чтобы нам не помочь не поддержать наших граждан, наших стариков и тиранов. Все, как мы и говорили в прошлой программе. Диверсантов тучный МММщик боится, не хочет на Донецком море перемирия соблюдать. Поэтому катайтесь, ковы, холопы, за нереальные деньги через Россию, чтобы ФСБ на границе диверсантов ловило. Российская Федерация со своими непосредственно спецслужбами, другими полноценными органами делают все для того, чтобы защитить своих граждан. И перед тем, как заехать к нам и пройти, например, какие-то вещи, они проходят ряд проверок. Вот вам и вся правда, друзья. Это, пожалуй, все, что нужно знать о народных недореспубликах. Ну, а детям с оккупированных территорий мы очень-очень желаем не сдаваться. Этот сюжет о фейках мы делали в том числе и для вас. Ведь если хотя бы один ребенок посмотрит и поймет, как лгут ему и его родителям по телевизору, мы будем считать, что делаем все не зря. Друзья, выезжать еще не поздно. И многие вузы, понимая, что вы сейчас в заложниках, идут и будут идти навстречу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова